Конференц-связь В конце выполняем прыжки, джеки, выпады, няпы и скипы, то есть базовые шаги спортивной аэробики. Далее переходим на растяжку, выполняем шпагаты и гимнастические мосты. Видео-уроки позволяют тренерам скорректировать упражнения каждого юного аэробиста, а онлайн-режим дает возможность показать правильное их выполнение. Занимайтесь спортом! И не болейте! Вопреки всей мировой ситуации продолжает держаться оплот мирового футбола – чемпионат Республики Беларусь. Одного из его участников – Гродненский Неман – тренирует Игорь Ковалевич. Бывший защитник тюменского клуба «Динамо Газовик» с 1994 по 1995 год. Выступал он также и за Тобольскую команду. Болельщики запомнили его благодаря передачам, которые нередко заставали врасплох вратаря и оборону соперника. Не растерял специалист этот навык и сейчас. Да, вы хоть не должны играть. Да играй, где хочешь, я тебя забью, если бы сходить. Вот и все, Тёма, вот и все! Вот не получается приехать, я очень хотел приехать в Тюмин. Самые хорошие воспоминания остались. Именно, может быть, на самом деле у нас была не очень сильная команда по составу, но по духу. Она была очень сильная, очень дружная ребят, и до сих пор, в общем-то, мы с тобой сообщаемся. На территории области продолжается режим самоизоляции. Школьники и студенты на протяжении нескольких недель обучаются дистанционно. В том числе и в Институте физкультуры Тюменского государственного университета. С 16 марта преподаватели рассылают на электронную почту будущих магистров, бакалавров и аспирантов темы рефератов и контрольных работ, задания по подготовке конспектов, учебных и тренировочных занятий. И с помощью различных интернет-платформ проводят в формате видеоконференции не только теоретические, но и спортивные занятия. Эти сервисы позволяют наладить видеосвязь между учащающимися и преподавателем, и проводить эти занятия в групповом формате, где студенты добавляются, они видят преподавателя, видят ту презентацию, которую он показывает, либо те упражнения, которые показывает преподаватель, и, соответственно, сами могут также выполнять эти упражнения. Преподаватель видит своих студентов.